Всем привет дорогие друзья, вы на канале Сэджу и в этом видео я хочу вам рассказать о 5 плюсах жить в России, а не в Корее. Очень многие пишут, что хотели бы учиться в Корее или даже жить в Корее, либо хотят остаться в России, но просто интересуются Кореей. Некоторые даже пишут, что хотели бы отдать свою душу за то, чтобы жить в Корее. Вот, и поэтому я хотел бы ответить на эти вопросы сегодня в этом видео. Лично я считаю, что у каждой страны есть свои прелести, есть свои достатки и недостатки, поэтому очень сложно будет сравнивать абсолютно две разные страны по культурам, по стандартам жизни и так далее. Но так как я долгое время путешествую между Россией и Кореей, то я могу лично по своему опыту сказать, что все-таки будет получше. Сразу вам скажу, на самом деле Россия мне нравится больше, чем Корея. Во-первых, это потому, что очень дешевый транспорт. Допустим, в Корее, чтобы проехаться на автобусе, либо на метро, тебе нужно заплатить примерно 1300-1400 вон. Это в рублях примерно 60. Когда в России, ты можешь проехаться спокойно и за 20 рублей, и за 30 рублей, примерно в этом диапазоне. Но есть и хорошая новость. В Корее такси стоят примерно столько же, сколько и в России. Допустим, в Москве примерно от 200 рублей и выше. Однако, в чем проблема? Это то, что общественный транспорт в Корее намного выгоднее, чем такси. Потому что такси, оно будет занимать у вас больше времени на транспорт. То есть, большие пробки в более густонаселенной стране, они забирают больше времени. Поэтому лучше уж ездить на общественном транспорте, чем на машине. И второй пункт, который очень важен, это то, что в России люди более добрые, чем в Южной Корее. Я бы сказал, не добрые, а скорее человечные и понимающие. Если вы попали в беду, в России вам обязательно кто-то поможет. Потому что люди умеют ставить себя на место другого человека. Когда в Южной Корее в основном такой темперамент, что нужно следовать правилам, нужно думать в основном о своей заднице. Вот такие вот дела. В России настолько добрые люди, что бывает такая ситуация, что ты теряешься на вокзале. Была такая история. И, допустим, ты пропустил свой поезд, и тебе могут помочь заплатить за новый рейс, который ты пропустил уже. И это очень приятно. Даже на еду могут дать. Вот. Такого в Южной Корее ты вряд ли встретишь. Потому что если ты прогадал в чем-то, то это в основном только твоя вина. Третий плюс. Это лично тот плюс, с которым я столкнулся. Это то, что вот в России намного доступнее образование, чем в Южной Корее. Недавно я поступил в университет, который находится в Пусане. Называется он Кьонсанг. Это очень хороший университет. Однако проблема в том, что туда было невероятно трудно поступить. С точки зрения конкуренции, подачи документов, разной волокиты, интервью, сдачи экзаменов по языкам и так далее. Поэтому в России, если у тебя по ЕГЭ хотя бы 50 баллов, то это уже в принципе неплохо, и ты уже в шоколаде. То есть для тебя найдется место где-то учиться. Когда в Корее просто мест очень ограниченное количество. Когда ты поступаешь в Корее, где университетов намного меньше, чем в России. Не на много, но на 100 штук примерно точно. И мест намного меньше в Корее. И грантов выдают меньше. И в целом конкуренция очень высокая из-за того, что людей больше подает. И за границей, и в самой Корее очень много людей хотят поступить в университет. Поэтому вам будет очень сложно, если вы хотите учиться в Корее. Четвертый плюс это то, что в России немного полегче найти работу. Потому что требования немного ниже, чем в Южной Корее. В Южной Корее от тебя требуется довольно много знаний для того, чтобы поступить в какое-то нормальное место, где тебе будет платить хотя бы больше прожиточного минимума. Просто в основном, если ты иностранец, то скорее на твое место выберут того, кто уже живет в Южной Корее, чем того, кто приехал сюда. Это только по той причине, что южнокореец будет знать больше, чем вы, с точки зрения того, как ориентироваться в этой стране. Плюс это вдобавок некоторые отголоски национализма, которые в Корее есть и будет всегда. То есть всегда иностранец будет по статусу ниже, чем тот человек, который живет в Корее уже долго или родился в этой стране. Если вы знаете такой термин, как unemployment rate, то есть на русском это рост безработицы, то он в Корее примерно 2.8%. Это не прям высоко, но все-таки есть некоторые безработицы, даже у людей, которые квалифицированы и активно ищут работу. А если вы иностранец, то вам будет втройне, не знаю, в 5 раз будет тяжелее это сделать. Поэтому вы можете, конечно, устроиться на нелегальную работу, но, знаете, в этом есть свои опасности. Вас могут выбрать спокойно из страны, либо просто послать на 3 буквы, сказав, что вам нельзя вообще работать нелегально. Рано или поздно вас найдут и выбрут. С Россией, с работой, все-таки тоже есть некоторые нюансы, но намного проще. То есть ты можешь прийти, тебе дадут пробный, так скажем, период, где ты должен показать свои навыки, рассказать, что ты можешь. Иметь какое-то портфолио, допустим, ты подрабатывал где-то. Этого достаточно, чтобы тебя приняли на работу. Потому что мест вакантных добавок в России намного больше. Когда в Корее их просто как горячие пирожки разбирают, и ты должен ухватиться, если ты хочешь как-то зарабатывать. И, наконец, последний, пятый плюс. Это коррупция. Не удивляйтесь, это хорошее, это плюс. Это плюс. Вот в чем причина. Это то, что эта коррупция, она, да, она есть и в Корее на самом деле, но в России она более такая полезная коррупция среди народа, которая помогает сделать какие-то вещи намного проще с помощью денег. Да, в данном случае я говорю о коррупции, которая распространена именно среди народа. То есть какая-то услуга, допустим, документы и так далее, то, что очень сложно сделать и требует больше времени для того, чтобы выполнить что-то, ты просто можешь заплатить деньги и сделать намного проще, чем оно было до этого. Когда в Корее такая вещь не пройдет, и, скорее всего, тебе придется идти по долгим пунктам, по фазам того, чего тебе нужно добиться, понимаете? Поэтому с документами вообще совсем в России намного проще. В принципе, вот такие пироги. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. Пожалуйста, подпишитесь на мой Телеграм-канал, на мой Ютуб, на мой ТикТок, на мой Инстаграм. Все ссылки обязательно будут в описании. Вот. Если вы хотите дальше смотреть мои видео, узнавать много нового о Корее и о жизни в России, то, пожалуйста, подпишитесь на мой Ютуб. Тут у меня каждый день практически проходят прямые трансляции, где я в реальной жизни рассказываю вам о том, что думаю. Всем спасибо за просмотр и всем давайте пока. Пока.